То, что сейчас происходит на Украине, в России сейчас, на мой взгляд, невозможно. Это хорошо или плохо? Для кого? Для России. Конечно, хорошо. Вы стояли и, может быть, стоите на грани, я не скажу гражданской войны, очень жесткого гражданского противостояния. У вас граждане вашей страны, неважно в какие мундиры они одеты, и какую одежду они носят. Это противостояние не граждан против граждан. Вы меня извините, и полковник Беркут, и гражданин Украины, и ваши тетушки граждане Украины, или вы их лишили уже гражданства? Не в том дело. Тетушки, это люди без гражданской позиции. Это граждане одной и той же страны. Мы это знаем, изучая историю гражданской войны, когда говорили, что красные не граждане Российской империи, или белые должны быть выкинуты из страны. Выкиньте их из страны. Куда? Выкиньте их из страны. Пол страны голосовало за Януковича, и пол страны голосовало за Тимошенко. Ну вот тогда делите. Ну делите, если вы хотите. Я вам напомню, что Янукович, если вы забыли, а я вам напомню, получил, сколько там, 11 миллионов голосов, а Тимошенко 10 миллионов голосов. Вы 11 выкиньте, ну хорошо, 8 выкиньте, 6 выкиньте. Подождите, сейчас не идет противостояние. Идет противостояние. Идет противостояние. Да хоть вот в Тернополь. Подождите, в Тернопольской области меньше жителей, чем в Запорожке. Прекрасно. Я задал вам вопрос, вы не отвечаете и уходите. Вы лишаете половину страны гражданства, отлично, имеете на это право. Я это рассматриваю как гражданское противостояние. Это ваш сосед в форме Беркута, по лестничной клетке, который приходит домой, снимает, и такой же ваш сосед, и вы вместе убираете двор от снега. Понимаете? От того, что он не думает так, как вы, а вы не думаете так, как он, совершенно не обязательно кидать друг в друга коктейли Молотова или стрелять. Это называется гражданское противостояние. Все правильно. Это противостояние граждан. Все правильно, но с другой стороны, Богданова, можно я... Вы же не Януковича кидаете, вы в рядового внутренних войск кидаете коктейли Молотова. Я не кидаю. Вы это те, кого вы поддерживаете. Продолжение следует...